Девушки отдыхают Дети у нас хорошие До свидания До свидания, талантливые Конечно, есть разные характеры Но надо понимать, что это дети Как вы будете к ним относиться Так и они к вам Иногда нужно посмеяться Иногда подыграть Ну что я вас учу? Вы же не зря институт заканчивали Спасибо, Иван Иванович Я люблю детей И надеюсь, они меня тоже полюбят И я надеюсь Удачного дня До свидания Сразу перейду к главному Все свои шуточки Прибауточки Приберегите для дома Здесь у нас школа Хоть и музыкальная Можно войти? Фамилия? Иванов Можно войти? Первое предупреждение, Иванов Садись Второе будет последним Тема сегодняшнего урока Эдвард Грик Его жизнь и творчество Итак, Эдвард Грик Родился в 1843 году В Норвегии Эй, там На галерке Итак К теме урока Он много занимался музыкой Не то, что вы сейчас Все свое время Проводите за компьютером Светлана Сергеевна А вы в детстве играли в компьютер? Нет, Иванов Не было у меня в детстве компьютера Можно продолжать? Конечно, конечно Мы вас внимательно слушаем Так вот Все свое свободное время Вы проводите У компьютера У телевизора Дивиди А у вас Дивиди было? Не было, Иванов, у меня Ни компьютера Ни телевизора Ни даже мобильного телефона Времена такие были И умолкни уже, наконец Итак, продолжим Эдвард Грик Первое свое музыкальное образование Светлана Сергеевна Чего тебе еще? Иванов Да тут народ интересуется Что же за времена такие были? Может вы еще и динозавров видели? Все, Иванов Это уже слишком Сегодня же отца в школу В чем дело? Успокоились все Успокоились все Немедленно заняться при мне Стали Алло, пап Тебя-то Светлана Сергеевна вызывает Вот здесь Продолжим Грик Очень любил природу Это и отразилось В его произведении В творчестве Григо Нашли отражение Жизнь родной страны Ее природа Быть Поверья Мотивы народного творчества Садитесь Вызывали Вас? Нет, Иван Иванович Опять твои шуточки? А вы... А он... Вы что? Да Это мой сын А что он натворил? Он любит пошутить Весь в отца Но в этом же нет Ничего такого Да ничего такого Они же дети Иногда любят Пошутить Но я же ведь Не зря Институт заканчивала Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!